Девушки отдыхают В финал прошли по наибольшему количеству баллов 6 напитков из 29 претендентов. Осталось выбрать того самого. Уважаемые судьи, добрый день. Спасибо, что отобрали лучшие. Прошу вас удалиться, дальше буду выбирать я. Добрый день. Передо мной список финалистов, кто набрал наивысшее количество баллов в конкурсе «Лучший напиток» 23 года. Первое, что хотелось бы сделать, исключить вот этот напиток. Он дальше у нас не участвует. Меня зовут Храмов Иван. Я приехал из Тюмени. Победитель прошлогоднего конкурса «Напиток года» 22 года. Меня пригласили выбрать лучшего. Лучший напиток в этом году. Чтобы все было максимально объективно. Присылал свой напиток, пришлось его снять. Наверное, вот эта самая слабенькая. Начнем с нее. Аромат приятный. Но там вот что-то плавает. Вот прямо кусочек какой-то. Я не знаю, ягодка это или что. Но что-то там есть. Вишня. Прям хорошо пахнет. Вкусно. Сладкая, насыщенная. Такой более дамский напиток. Как аперитивчик девочкам. Можно даже в сок подмешать. Думаю, не заметят. Что-то мятное. Мохито напоминает. Как мохито, да. На самом деле. Лимон. Мята. Поймать не могу. Честно с чем. Но пьется хорошо. Лишних запахов таких, каких-то неприятных нет. Слишком много лимона. Как по мне. Прямо в горле стоит. Вкусненько. Но вот в горле прям какая-то терпкость такая. Неприятно. Много не выпьешь. То есть за вечер вот бутылочку расцедить. С другом даже на двоих. Я думаю, лично мое мнение потом будет изжога. Ваниль. Цвет хороший. Красивый. Ваниль. И вот такое ощущение, что... Честно, я не помню, какие напитки. Что. Хотя смотрел все серии предыдущие. Отталкиваюсь только на свое обаяние. Вот мне кажется, что здесь... Ваниль с каким-то, я не знаю. Как он корень называется. Ну вот солодка. И вот что-то такое терпкое есть. Я бы сказал, что скорее всего... В аромате... Хрен. Что-то вот такое. Вот такое прям вот на самом деле чувствуется. Тоже сладкое. Такое прям сладкое. Действительно достойные напитки. Прям хорошее. Но сладкие. Вот здесь, мне кажется, даже не мед, а скорее всего сахар. Я бы мед инвентировал. Он бы более глубокий вкус дал. Хороший. Джин. Практически любимый напиток моей супруги. Легкий. Ненавязчивый. Чувствует цедру. Есть. Можжевельник. Но он такой ненашистичный. Такой прям... Легкий. Честно, я не знаю. По-моему мнению, это вот больше напоминает легкую можжевеловую водку, чем джин. Мне кажется, он должен быть какой-то более яркий, что ли. Ну и по крепости. Для джина. Как-то больше придерживаюсь к технологии 55-60. Это вот как водочка под мясо. Да, можжевеловая. Неплохо. С легким таким ароматом. После вкусом. Хорошо. Но от джина ожидаешь чего-то большего. Честно. Очень легкий. Или рецепторы, а можно водички. Или рецепторы перебились. Потому что все попробовал. Ощущение, что какой-то зерновой дистиллят. С легкой кислинкой. Вот хлебушком. Не знаю, может рецепторы сбились. Но легкий такой аромат. Ненавязчивый. Дуб чувствуется однозначно. Сладенький. Я бы попробовал со льдом. Честно. Это вот мое мнение. Люблю ром. Люблю виски. Вот зерновые выдержанные дистилляты. Фруктовые выдержанные дистилляты. Слабость у меня. 98% пью со льдом. Нравится. Если еще под хорошую сигару. Ну вот дуб как-то вот такая вот дубильность лишняя есть. В нем. Я тоже грешен. Как бы у меня бывает такое, что плохо вымочу. Бочку не подготовлю или еще что-то. Либо первый залив. Может бочка такая. Вот если его разбавить, может он раскроется. Дальше я думаю. Наверное уберем вот этот напиток. Джин. Он хороший. В нем все отсвележивается. Но от джина ожидаешь чего-то большего. Более насыщенный какой-то аромат что ли. Вкус. А он такой как вот можжевеловая водка. Хорошая можжевеловая водка. Под мясо очень хорошо. Но мы его уберем. Из оставшихся напитков. Ну это прям девочка. Я думаю девочке прям оценить. Прямо сладкий. Практически все остались. Хорош. Но с сахаром. Этот замечательный. Помню. Ну вот этого напитка много не выпьешь. То есть это такой напиток которого там рюмочку две. Даже бутылку на двоих тяжело в горле встает. Вот это вот горечь цедры. Лимончик. Он сладкий, он прикольный. Но это по рюмочке, когда кто-то в гости пришел. Не больше. Неприятно. Что-то вот стоит в горле. Не может он быть напитком двадцать третьего года. Но он замечательный. В своем роде. Осталось у нас трое. Два сладких. Один с выдержкой. Но это хлебушек. Мне вот нравится. Вот сейчас. Наверное, маленько отдохнули рецепторы. Или я принюхался. Ну прям чувствуется. Чувствуется аромат. Может раскрылся. Подышал. Но в аромате вот нету столько вот дуба. Сколько бы хотелось. Он такой сладкий какой-то в аромате хлебный. Не соответствует он вкусу и аромату. Когда вот его вдыхаешь. Ожидаешь чего-то такого более мягкого. Такой-то нотки. Такой, не знаю, легкого дуба. А он прям насыщенный по вкусу. Да, судя по оценкам, мой сегодняшний фаворит. Он хороший. Что-нибудь вообще вкусно. Да. Вот этот мне понравился. Ну, авторы. Напитки же задумывают каждый по-своему. Кто-то пьет рюмками. Кто-то со льдом. Кто-то водой разбавляет. Ну, это бокальчик. Вечером и то так барный. Ну, двойную порцию. 100 грамм. Под лед. Но нет. Наверное, мы его исключим. Д, з, р, в, б. Можно я подсмотрю, что это за напиток? Дистиллят, зерновой, по типу бурбона, как-то так. То есть, по бурбончику, он еще и с кукурузкой. Причем там кукурузы прямо ближе к 80%. Да, вот почему аромат сладкий. А я вот почему-то хлеб учувствовал. Кукурузы даже нет. Хотя я люблю такие напитки. Осталось двое. Можно я разверну? Молодец человек. Я тоже не заморачиваюсь с этикетками. Все свои напитки знаю без этикеток на глаз. Они оба сладкие. Вот этот прям вишня. Девочки любят вишню. Этот прям ваниль. Крепкий. Но я думаю, что вот если выбирать между этими двумя напитками, оценивать их оба, как для девочек. Они действительно оба очень хороши. Оба невероятно вкусны. На правах прошлогоднего победителя. Я думаю, что вот этот напиток более гармоничен. И может быть напитком 23-го года. Крепкий я ставлю самую высокую оценку, потому что вкуса отличная. Слушай, ну это прям вот прям хорошо. Ну, по самую оценку я поставлю десятку, потому что я бы вот эту бутылочку-то всю забрал бы себе. Клевый вообще. А по образцам? Так, это где у нас тут? Вишня, 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 вишня. Вот, вишня в бору, да? Это Абрамович. Абрамович. А второй? Второй у нас напиток. 35% горечего, Татьяна. Ну, напитки действительно очень вот эти вот хорошие. Они прям, даже не знал, кто делал, но они прям чувствуются, что напитки для девочек. Прям для девочек. Да. Вишня прям шикарная. Но я бы на самом деле чуть-чуть бы вот убрал бы сладости. Вот совсем чуть-чуть. Шикарный напиток. Поздравляем победителя. Ну что, друзья, у нас получился очень интересный финал женский. В конце боролись два напитка, изготовленных двумя. По сути, вот у нас две дамы принимали участие в конкурсе. И они оказались в финале между собой. И выиграла Мария Абрамович, а Татьяна Горечева, которая претендовала на это место. В общем, Элья расскажет. Так, прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех участников. Вы сделали замечательные напитки. Кому-то стоит немножко доработать рецепт. И ждем вас в следующем году. Также, наверное, будет у нас, да? Если заживем. Будет конкурс. В следующем году ждем. Больше, наверное, может быть, интересней. Ну и приятней, естественно. Не факт. Не факт. По победителю не факт. И от себя лично, ну это уже, видимо, в традицию входит, Татьяна Горечева. Да. Да, Татьяна Горечева. Мы дарим вам сертификат на 5 тысяч рублей в любой магазин «Русская дымка». Мы с вами свяжемся и обсудим, где, как вы сможете получить наш подарок. Огромное спасибо вам за историю, за вкусный напиток. Спасибо. До новых встреч. Желаю творческих узбеков. Узбеков? Узбеков. 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 Узбеков.